Всем привет, друзья, с вами Райзун. Сегодня мы с вами посмотрим матч между игроками Текила Сансет и Суарф на карте Река Синего Предела. Текила играет за Ещеролюдов, Суарф играет за Воинов Хаоса. Сегодня мы взглянем как раз на обновленного Накая. Он потяжелел после патча, раньше он весил 2800, теперь он весит 4000. Это означает, что Накай должен меньше застревать в отрядах пехоты и должен удачнее чаржить, прорубаться сквозь врагов. Итак, у Накая есть интересная способность, первобытный рык, это улучшение на область, которое дает просто огромное количество атаки, дает сопротивление физурону, но к сожалению накладывает буйство. Но в целом 17 секунд это не такое страшное буйство, если где-то у тебя идет битва пехоты, которая обычно длится долго. Это очень хорошая способность. Еще из интересного, здесь у нас есть элитные благословленные краксигоры, в которых есть повреждение доспехов, которое здесь как раз очень поможет против хаоситов, закованных в броню. Завров мы видим приличное количество, 4 отряда воинов-завров со щитами. Есть когорта сцинков с дротиками, есть когорта с сотойка, элитные красногребневые сцинки. 4 отряда, да, новых хамелеоновых следопытов. Не знаю, как они себя покажут против хаоситов, они вроде как неплохо могут подраться с собаками, возможно с мародерами с каким-то они подерутся. Здесь есть мародеры вообще? Ну ладно, к хаосу мы придем. Ну короче, как бить броню, это вопрос открытый. У них есть, конечно, яд, но тем не менее, бронебойки нет. Давайте посмотрим на характеристики. Сила оружия, бронебойного урона 5, грустно, вата. В качестве мага у ящера, у текилы у нас жрец сынков зверей. Есть призыв мантикора, который стал дороже на 2 единицы ветров. Роковая стая и сердце природы. В целом, школа зверей изменилась и сейчас, я думаю, в будущем мы с вами реже будем видеть призыв к мантикоры и больше какие-нибудь дебафы. Потому что проклятие, вот например, есть проклятие Анрахейра, оно стало дешевле и снижает атаку и скорость и защиту. Офигенная тема. Очень-очень приятная. И можно какие-нибудь кава-файты выигрывать, хотя ищеролюды не особо эксперты по кава-файтам. Но в целом у них все равно есть чем подраться. Ладно, долгое вступление. Что у нас по хаосу? У хаоса Зигвальд, пеший лорд, закованный в броню, обладает огромным количеством морали. У него есть стоять насмерть, героический смертельный удар и, конечно же, обязательно доспехи. Реген. А вот на кае регена нет. Ему грустно. А воины хаоса, сколько их тут? 4 штуки, да? Ну, для Завров будет неприятно. 100 брони, огромная дисциплина. Избранные. Вот это интересно. Два отряда избранных с алибардами. Огромное количество морали, отличные характеристики. Дорогой отряд, но очень-очень крутой. Чародей хаоса смерти. Есть судьба бьюны, похищение души и похищение жизни. Есть элитные отродья перемен, отродья хаоса. Конные грабители, две штуки. Здесь боевые псы хаоса с ядом, еще конные грабители, боевые псы с ядом и еще боевые псы с ядом. Пока я тут рассказывал, началась драка в лесу. Оба игрока поместили свои отряды в лесу. С развертыванием поместил хаосит. Удалось даже пострелять немного оконными грабителями по всадникам на терадонах. Но все равно подставил своих собак хаосит. Как я и говорил, хамелеоновые следопыты очень-очень хорошо справляются как раз с боевыми псами. Но им будет тяжело подраться с пехотой. Но тут для боевых псов даже целей нормальных нет. То есть они могли бы гонять каких-нибудь сцинков полудохлых. Но тут нет сцинков. Тут Завры, тут серьезный дядя Накай, который сейчас полезет в драку. Ну посмотрим. Завры воины против воинов хаоса. Завра может помогать Когорта, потому что она разбивает броню. И может помогать Накай за счет огроменной атаки. Врывается Накай сейчас в воинов хаоса. Накай очень классный чарс. Посмотрим, насколько он стал хорош. Плюс Накай стал, кстати, на 50 дешевле. Призывается Мантикора. Врывается, врывается Краксигоры. Сбивают мораль, сбивают броню воинам хаоса. Подбегают избранные. Теперь посмотрим, как справятся Краксигоры. Все-таки избранные не самые приятные противники. Накай дает первобытный рык. Посмотрите, какая атака. 69, 100. Здесь 85. Есть сопротивление физ. урону. Очень-очень большое. Плюс на избранных еще висит яд. Еще сюда летит Мантикора. Неприятно. В спину Кагорти врезались псы. Здесь фронтлайн на фронтлайн как драка идет. Но я думаю, что тут Завры проиграют. Очень далеко сейчас от Родья перемена. Это на самом деле для Хаосита не очень хорошо. Потому что от Родья должно здесь бегать и мочить Завров. Началась дуэль между Зигвальдом и Накаем. Похищение души было брошено на Накая. Уничтожены практически Войны Хаоса. Очень хорошо Кагорта сейчас помогает Заврам пробивать бронированных Хаоситов. Разогнаны собаки. Зигвальда окружили. Накай вместе с Мантикорой. Мантикора отличный убийца Синглуха. Просто здесь сейчас она очень хорошо заходит. Именно в такой драке. Потому что ее никто не может выцепить. Бросается похищение... Но я думаю их прогонят. От Родья врезается в Завров со спины. Зигвальда все еще тут хреначат. Накай включил свой супер... Супер чарж. Пытается замесить Зигвальда. Зигвальда идут спасать Алибарды. Накай снова чаржит. Спас Алибардистов. Зигвальда мало ХП. Остается 1700. Но он регенится. Зигвальду просто нужно выйти из боя. Посмотрите как избранные здесь. Очень резко быстро просели. Но все равно сейчас на маленьком ХП. Они будут держаться очень-очень долго. Тем временем на фоне очень удачно Завр расконтроливает конных грабителей своими следопытами. То есть Завр... Завр, то есть ящер, прошу прощения. Не ввязывается в драку следопытами с воинами хаоса. Там где следопыты не очень хороши. А просто использует их для того, чтобы держать подальше кавалеристов. У следопытов есть скрытность. Поэтому они прекрасно прячутся и выходят из инвиза и разгоняют коней. И исчезает Мантикора. Посмотрите, Зигвальд держится. У Накая остается очень мало ХП. Ему приходится уходить. Подводит кагорту соток. А сейчас ящер для того, чтобы пробивать броню избранных. Чаржит Накай снова в собак. Накай очень легко выходит теперь из пехоты. Должен, по крайней мере, в теории. На практике нужно, конечно, будет больше смотреть боев. Прямо будет более тяжелой пехоты. Но пока проблем у Накая никаких нет. Зигвальд. Вот Зигвальд только перестали бить. Смотрите. А он взял и отрегенился. Призывается еще одна Мантикора. Зигвальд тем временем регенится. Все. Если ты его не фокусишь, он просто отрегенится. Это преимущество больших регенов. Атроди очень хорошо себя чувствует. Здесь против Завров. Но на самом деле воины хаоса проседают. Их еще обстреливают Терадоны. Зигвальд погнался за Накаем. Включил стоять насмерть. Плюс защиту, ожидая драки. Но драки здесь не произошло. Хотя баф все равно хорош на избранных. Которые как раз таки проседают под напором красногребневых сцинков. У которых есть бронебойка. Идеальный отряд здесь для борьбы с избранными. Не то, что они контра. Нет. Они просто здесь идеальный отряд. Это лучшая ситуация, в которой они сейчас могли оказаться. Они бьют элитную дорогую пехоту. Зигвальд включил героический смертельный удар. У Накая очень мало хп. Тысяча хп. 17 морали. Моралька проседает. Есть врыв собак для сбития морали. Тут можно подойти поближе. Еще конными грабителями делает контр-чарж. Сейчас текила, терадонами. Очень-очень мало морали у Накая. Ноль. Ноль морали. Убежит ли их? Ухатится ли в минус? Два. Держится кое-как. Накай держится кое-как. У Зигвальда 702 атаки. Нет бронебойки, конечно. Но все равно атаки приличное количество. Накай дает первобытный рык. Получает буйство. Получает плюс морали. Получает 100 атаки. Мантикора получает 80 атаки. Раз тычка по Зигвальду. Удачная. Вторая тычка. У Зигвальда остается очень мало хп. Из-за резкой потери хп полоска Хасита проседает. Зигвальда разнесли. Минус мораль. 500 хп. Ё-моё. У Тарадонов. У Тарадонов там было 66 атаки. У всадников. Тоже разваливают. И этот первобытный рык. Брошенный спасает Накая. Ну не то чтобы спасает Ящера. Я думаю что у Ящера здесь и так было очень хорошее преимущество. Но Накай за счет этого рыка выживает. Отродья. Несокрушимые. Прыгают на Накая. На Накая брошено Холоднокровие. Для того чтобы восстановить ему мораль. По сути здесь Ящеру остается только разнести отродья. Вообще конечно Хасит тут Хашки. Хашек нормально не реализовал. Потому что Хашки все время были где-то далеко. То есть понятно что Ящер пытался держать Хашки Хасита подальше своими стынками. Но тем не менее. Хасит мог как-то отбегать. Потому что стынки намного медленнее. Ну по сути план Ящера если считайте удался держать Хашки подальше быстрыми отрядами. И раздубасить ядро Хасита. Редко когда можно увидеть что элитная пехота Хасита проигрывает кому-то фронтлайн. Это интересно конечно на самом деле. То есть Накай 1500 под бафами. Но здесь две Мантикоры я думаю они очень хорошо себя показали. Хотя в целом они могли конечно и мага убить. Но Зигвальда они продамажили. Зигвальд очень мало урона нанес. Здесь 500. В целом очень хорошо. По сути окупились отряды. Учитывая что они держали коней подальше. 600, 700, 700. Эти ребята стоят по 800. Близко к окупанию. Вот здесь 1150. Хорошо зашло. Хорошо. Терадоны по-моему 600 стоят. Не сильно. Когорд стоит дофига. Она не окупилась в целом. Хотя дуба силой воинов и избранных. Но смотрите набить нормально не смогла. Что по Хаситам. Зато здесь плохо зашло. Избранные все равно нарубили от души. Избранные на то избранные. И они даже находясь в невыгодной абсолютно невыгодной позиции. Когда их хреначили бронебойкой. Под бафами были враги. Они все равно себя отлично показали. Избранные мощь. Вот кони. Кони конечно тут не сильно смогли. Собаки очень сильно не зашли. Вот я думаю если бы вместо этих собак у Хаоса было бы что-нибудь другое. Даже если бы какие-нибудь пехотинцы было бы намного-намного проще. Вот здесь как раз ящер по сути законтрил собак своим билдом. Просто своим билдом законтрил собак. Разогнал их. Потому что собаки только добегают. Их закидывают тут гранатами сразу следопыты. И уже минус куча морали. Ну а дальше собаками справиться не составит труда. Вот такой у нас обновленный интересный накай. На этом все друзья. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Оставляйте комментарии. Подписывайтесь на канал если вы не подписаны. Увидимся с вами в следующих кастах. Всем пока.